Четверть миллиона кыргызстанцев предпочли поля и фермы, ресторанам и гостиницам. За последние 8 лет почти 250 тысяч местных жителей ушли из сельского хозяйства в сферу обслуживания, чтобы заработать. Кыргызстанцы медленно, но верно перестают быть поголовными аграриями. Сельское хозяйство уже не так привлекательно, как раньше, и все чаще местные жители предпочитают зарабатывать некропотливым трудом на полях и фермерских хозяйствах. Теперь деньги выгодно вкладывать в гостиницы и рестораны. Как показывает статистика, начиная с 2012 года число людей, занятых в сельском хозяйстве, сократилось на 35%. Состоятельные фермеры вместо освоения орошаемых земель все чаще строят банкет-холлы в надежде на быструю прибыль. Почему банкетная сфера так выгодна? Потому что ты построил банкетный зал, у тебя приходит клиент, приходит гость. Заказывает банкет, и ты, в принципе, не тратишься, как тратятся рестораны, когда стоит пустой ресторан, нету клиентов, нету гостей. И он тратится на зарплату официантов, поваров, управляющих и прочее. Почему выгоден банкетный такой бизнес, куда потом уходят и бизнесмены, и простые сотрудники? Потому что напрямую идут деньги. Банкет заказали, поем, танцуем, готовим. Не заказали, мы деньги фактически не тратим. Банкет-холл, ивент-плаза, той-кана. Слова, которые уже давно вошли в обиход кыргызстанцев. Потому что это не только где можно вкусно поесть и повеселиться, но и заработать. В том числе и молодым людям, чьи руки так востребованы в качестве обслуживающего персонала. Чтобы стать квалифицированным официантом, достаточно двух-трех месяцев обучения. Спрос на парней и девушек большой, и нужно сказать, что они охотно откликаются на запрос. Быть официантом выгоднее, чем в дождь или под палящим солнцем, работать на поле за маленькие деньги. Молодое поколение, все-таки им надо создать, и опять возвращаюсь, создать условия, чтобы им было выгодно и интересно работать у себя в сельской местности. А то, что они в ресторанном или еще в каком-то сфере обслуживания, это вынужденная мера. Потому что молодежи сейчас в селе сложно жить. Еще одна причина сокращения занятости в сельском хозяйстве – это рост механизации. Все чаще новые технологии и современные перерабатывающие мощности заменяют собой тяжелый физический труд. Однако совсем без работников аграрному сектору не обойтись, особенно молодых. Согласно статистике, возраст местных жителей, занятых в сельском хозяйстве, с каждым годом стареет. Бакыч Ермашев, специально для Хабар-24, Бишкек, Кыргызстан.